Всем привет, друзья. В этом выпуске я хочу немного поговорить о том, как важно делать что-то новое, чем бы вы на самом деле не занимались. Пусть это музыка, пусть искусство, какой-то визуально, пусть это даже блог. Я очень часто раньше следил за кем-то и повторял что-то, что делают другие, но посмотрел даже того же Трэвиса Скотта или как 808 Мафия, всю команду, как они работают над битами. Есть очень крутой канал, я оставлю ссылку в описании. Там получается делают перевод ребятам и показывают этих модных и крутых американцев, которые в топе по музыкальной сфере. Мне очень нравится Трэвис Скотт и 808 Мафия, их жирный звук. Он необычный и они постоянно следят за тем, чтобы делать что-то новое. Мне это как бы по душе, и я понял, что только так можно получить какие-то, ну, даже не получить какие-то, а о себе, так сказать, заявить. Часто даже мне говорили, вот, ты читаешь стихи кого-то, да, получается, но это не особо правильная вещь, потому что лучше читать свои, потому что так ты останешься в истории, а если ты читаешь чужие, то ты вряд ли останешься в истории, ты просто... О тебе даже не узнают люди. Сейчас я работаю над тем, как делать звук лучше, писать тексты свои, максимально стараюсь не смотреть ни на кого, слушать русскую музыку перестал. Мне кажется, всего хватит. Буду слушать только, получается, американский трек со Скотта, если дизапитание. Хочу полностью погрузиться в этот мир, пока у нас, собственно, есть возможность, пока у меня есть возможность, я хочу погрузиться в мир музыки и, собственно, в мир битов. Чтобы всё было круто, чётко. Ну, на этом, наверное, всё. Я оставлю ссылку на канал чуваков, которые делают очень крутую озвучку, именно американцев. Я думаю, вам будет полезно и интересно посмотреть на звёзд в переводе. А сам буду сейчас делать биты, чё-то в лоджике проверять. И, возможно, я найду какое-то новое озвучание, либо у меня в голове будет новый текст. Спасибо за просмотр. Оставьте в комментарии, что вам нравится, о чём можно поговорить в видео. И задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу в видеоформате. Спасибо вам за то, что смотрите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok